Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Молодечно, Минск, Александрия. Выходные масштабные торжества, посвященные 85-летию со дня образования Госавтоинспекции Республики Беларусь, прошли по всей стране. В областном центре на Центральной площади организовали праздничное мероприятие. На сцене большой экран, с помощью которого был организован телемост. Брест и Брестская область на связи. В семи городах праздник начался одновременно. После слов приветствия начались искренние поздравления инспекторов ГАИ. Первым оригинально поздравил стражей дорог Александр Лукашенко. Уважаемые друзья, вам сегодня 85. Много или мало сказать трудно, учитывая то, что вы целая вечность. То есть ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме, будет с нами вечно. Творческие номера стражей дорог и юных инспекторов дорожного движения, работообразовательно-развлекательных зон, от ГАИ, МЧС и Департамента охраны, квизы, викторины, тематические игры и конкурсы. Это и многое другого было предложено зрителям. А изюминкой праздничного вечера стала выставка современной и ретро-техники инспекторов ГАИ. Надежно обеспечивали фронт и тыл не только автотранспортным, но ценой собственных жизней. Да, посмотреть было на что. Но какой праздник без награждения и честного не лучших специалистов. От этой доброй традиции не отказались и здесь. Награду нашли своих обладателей. Под аплодисменты и звуки фанфар искренние слова благодарности говорили тем, кто ежедневно трудится, чтобы уберить жизни и здоровье участников дорожного движения. Благодаря нашей службе, нелегкой службе, которую мы несем и в жаркую погоду, как сегодняшний день, и в холод, и в зной, и в дождь, и ни один еще не ушел с поста, не бросил его. Потому что люди, наши сотрудники понимают, для чего они находятся на посту и какая задача им поставлена. И пока, к сожалению, то есть к счастью, мы не выполним эту поставленную задачу, мы не покидим наш уверенный участок. Благодаря не только ГАИ и другим службам, а также гражданам нашей страны, мы достигаем тех результатов оперативно-служебной деятельности, так сказать, снижения показателей погибших, раненых людей, аварийности детского дорожно-транспортного травматизма, что это самая главная оценка нашей служебной деятельности. Виновники торжества – люди нелегкой профессии. Они нередко рискуют жизнью, неся тяжелую вахту на дорогах, вносят весомый вклад в укрепление правил дорожного движения и обеспечивают нашу безопасность. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, единомышленники, уважаемые ветераны, уважаемые жители нашей республики, я всех поздравляю с этим праздником, праздником открытых дорог. Я желаю всем здоровья, успехов, мирного неба, чтобы все оставалось так же спокойно и стабильно, как это сейчас у нас происходит. Мы всегда будем на страже дорог и на страже вашей безопасности.